мир вам дать с миром брат с миром всегда я хотел по одному вопросу как вы относитесь к этому ну вот я вам вам сбрасывал на меня недавно вышел никита колесников с украины который вот и вот он не я ему ничего не писал уже давно вот как он уже был исключен из группы вот и он не написал такое сообщение я сейчас зачитаю может быть для слушателей да вот сейчас так меня хорошо слышно хорошо слышно то есть ни с того ни сего я даже не понимаю почему он мне такое написал сейчас пишет никита колесников на днях грешным делом посмотрел отрывками последнее собрание так называемого интернет-сообщества борцов обратил внимание на 17 правило о запрете просить денежную помощь без предварительного согласования у кого-то из у кого у какого-то сестер совета в кавычках совета сестер но у нас группе есть совет есть сестры которые занимаются они там помогают они узнают что кому нужно у нас это все централизованно делается это вот и дальше пишет если смотреть на это изнутри этой секты то все логично множество мошенников под разными поводами собирают деньги с граждан и надо уберечь группу от этого ну а с другой стороны пишет что представляет что представляет собой членство в интернет-сообществе юридическое оформление регистрация каких-то органах власти то есть если бы это было юридическое оформление его или органы власти это тогда бы он признал он был тогда получается для него это выше получается общение христианского то вы какая-то бумажка какая-то где-то в кабинете который лежит который признается безбожниками дальше пишет нет просто твой аккаунт находится в группе skype и все не то что душа находится в общении с другими душами просто аккаунт в группе skype ну просто так просить денег на помощь запрещено под угрозой исключения из группы а все почему да потому что все деньги должны идти исключительно на издание высокоумной макулатуры игнатия лапкина а таких неудобных людей как например иван емшанов надо сразу избавляться чтобы денежный поток был направлен только на расширение непомерного тщеславия лапкина вот дальше пишет нуждающийся человек жестокостью жестокостью под разными предлогами просто выбрасывается вон и не вспоминается так было и с василием черепановым человек много лет был в общине ходил на собрание вместе со всеми покупали книги лапкина крестился причащался молился питался а после как его практически прогнали никто кроме женщин и не поинтересовался где же этот человек а где-то в доме для престарелых и так все часто заканчивается как только человек больше не нужен то он по словам лапкина как ступень от ракеты отделяется а сам лапкин летит дальше и в скобках ватт на 1 космической скорости для него все окружающие люди просто ресурс вы уйдете а он даже не вспомнит и не потерясуется мы уйдем а вам тоже 85 лет вы куда-то дальше пойдете видимо я вернулся на украину игнати лапкин ни разу не позвонил и не написал узнать как я там поживаю как будто ему не передают другие люди ну вообще а мы с ним вместе ни один пуд соли съели один горшок на один горшок по нужде ходили вместе от полиции прятались столько работы проделали корыстно то была работа получается все когда-то вы протрезвеете то есть мы уже адепты когда-то мы протрезвеете от такого обольщения и похмелье будет тяжкая вот я хотел у вас идти спросить чего бы ради он мне это написал почему какая причина будет побудил это на это какие то есть у вас по этому поводу размышления а почему он не сказал здесь когда был а второй вопрос первое записывать и сколько вопросов палочки ставьте записываю так это второй вопрос зачем он из дальней украине просился такое место отдаленное в сибири просился многократно я многократно ему отказывал зачем так у нас тырно сюда у него ничего нет он сказал я я его не знал не слышал и куда пойду он опять на телефон звонит с какой целью он просился то тем более просился то проезжает через москву другие города урал пересекает что никого не для него никто не подходил только я отсюда делается вывод что засланный казачок определенному месту его и послали а зачем он говорит такую даль то ехал не не зачем если это не так мы предположительно говорим зачем ему было ехать тем более не в городе деревенской жизни он не знает ничего не умеет делать и сколько роликов то с его участием то там же видно он ничего не может делать зачем сколько говорит сколько он нервов попортил у меня нервы не попорченные дальше когда он уезжал он не просто уезжал он бежал а почему исполнилось 30 лет его была задача прямо ну вчера был такой покорный все я ему дом подарил выкупил дом и подарил дом большой и там как начинаем это дом видели как обрабатываем ветви срезаю вот так и что для этого дома сделал а в этом доме пол стал я стены моя работа окна моя работа потолок моя второй этаж полностью моё покрытие моё пчел эти печи мои я брату помогал и когда он переехал брат брат дом был бросил а когда дома бросают там никто не купит деревня какой угол далекий я покупаю за цену которую продают и когда кто-то приезжает я ему дарю то есть вы купили этот дом я купил этот дом документы и все но я его сразу перевел на никиту вот это была моя большая ошибка то это он ничто не показывала на то что что будет с ним я тогда что-то не знал я смотрел что передо мной человек ну хоть я ошибся это был человек уже другой как только 30 лет исполнилось он начал такие претензии говорит храме стоять неправильно женщины делают поклон он показал себя таким походливым что даже наклоняться нельзя и поэтому жена игоря александровича барабаш елена анатольевна учительница главное она сказал я его даже во двор не запущу его везде сразу отвергли мы сказали стоять только в притворе и считать там что есть то есть он показал какую-то козлиную похоть стал говорить только об одном вот надо такое там платье все платья до полу в пол ну то есть такую дурнину там собрались они в новом доме строился батюшка я там не был но он купил цепля даже каких-то велосипед что-то там у него было то он это сыплюшки сыпушки там спеши где-то у него падали я не видел я говорю то что видел и он поехал через барнаул как он там прощался что примирение на какое примирение то он никого не обидел он стал говорить то что у него есть а до этого он говорил что наркоманил много лет и дальше у него фотографии есть большие девки сидят у него на крыше ноги вот здесь вот на затылке и ноги вот так свешено он девку держит и вот так вот то есть он знает о чем говорит кроме блуда и наркотиков у него разговоров никаких не было но это бывает такой приехал но здесь он принял крещение подготовлен был его не поспас коров там что он делал но с радостью бежал к матушке когда пчелы нужно было качать мед там или что-то мы его туда посылали иди туда он ничего не может делать вот допустим сарай привезли доски доски дорогие бросили а тут прямо вплотную опилки на пилке то не надо вплотную это надо убрать их но я выдал лопату ты убери опилки то доски то лежат прямо вдоль сарая метра на два на три я прихожу а досок нету я говорю а куда детские доски делись как куда я их завалил пока что завалил тот опилками завалил за них сгнил там за неделю зачем ты это сделал то он хлопает глазами он ничего или показывал или на действительности ничего не умел делать совершенно ну бывает что-то где-то маленько хотя бы что-то никогда не топор не держал не лопату и поэтому разговор то был такой я бы не выгонял ничего но когда он приехал сюда маленько за дорогу-то погасло у него и у меня вот здесь вот где я сейчас сижу здесь мы были до этого он он где-то матерью оставлены были брошен не знаю что то он где-то один все был говорит с его слов все это и матери он посылал мои книги понимаете никакой макулатуры нигде не было а теперь почему он раньше не уехал зачем приехал ответа нету только догадываться можно он так и не сказал зачем приехал но что-то у него где-то там он стал говорить священником замещание и там никого нету вот такое вот все и когда он у меня был а тут как раз виноград у нас подрезали женщины подошли мы он поговорил с ним я говорю помолимся помолились я ему книги дал каких не хватало у него на дорогу мы расстались очень хорошо что еще было и взял на дорогу конечно снабдили когда он был здесь помогал игорю кто-то золотых приисках работал нужно план на карте делать он там месяцами сидел я не знаю сколько но долго долго был был здесь но нигде не расшевелиться и когда ходит он вот так вот виляет я его даже сказала город как женщина вторую букву алфавита игру так вот здесь себя если дали погрузить ну драма положить или палки сухие где-то вот так машину войдет она так вот и кидает то есть ему все равно везде он показывал так научился и в печке там виктор николаевич показывал как хлеб печи хоть маленько что-то он должен уметь делать но ничего уехал а а теперь давай посмотрим человек русский колесников фамилия был во враждебном государстве которого он хотели подпереть благодаря руководству украины зачем ему было ехать сюда а зачем теперь выезжать надо было туда когда у него все было в руках здесь и огород и все а вот теперь он приезжает оттуда ну давайте мы полу по рассудим так вот у нас живет украинец здесь и теперь он поехал туда к себе на родину украину как этот в россию приехал живет там пять лет а потом сюда возвращается его допросят его 10 раз дальше не запустят но тогда отношения были более мягкие другие были там пётр этот был у них и и вот если рассматривать с этой позиции то его там когда он приехал там он говорил в магазине кто мужчина идет его хватают там везде проверять счет он там начал начал строить что-то там ну такое прямо лишь бы только быть там мы радовались за это и какой-то колодец был надо спрятать он показывал с одним мужчиной познакомился кого я звать буду когда он все выставляет я еще буду болтать языком мне некуда уже знает мою занятость так у корота не по месту и вот здесь теперь если только он был сюда послан теми властями а вот теперь у него была задача какая и кому-то ко мне приехал он ко мне приехал и теперь если тогда не послали то теперь его спросили тут два варианта второй вариант знаешь что был в россии там все знают это в россии чем-то занимался кому ездил какое влияние этот человек имеет какой а мои ролики стоят про украину что проклятство дело господне делает и брежный проклят умеешь господень удержит крови и риме 48 10 вот теперь его и поставили на каленую плиту или ты сбиваешь этого человека поноси там разрушить его авторитет всячески тут прямо на глазах показывать потому что они сейчас ничем не нигде не моргуют не пренебрегают а он прекрасно нет сейчас тебе пулька в лоб и все там сколько с такими которые за россию были сколько порубили своих они своих но не свои там русские на их территории жили то донбасс и прочее высоты позиции рассматривать то я его ни в чем обвинять не могу у него выхода не было я-то живу в этом же самом месте а его там зажали ему дышать нельзя и поэтому он и говорит ну что он не приехал сюда тайна в колодец или куда как гадости не набросал на крышу окна не побил поэтому у меня к нему претензий нету претензий никаких нету я благодарю бога и каждый день молился каждый день о нем молюсь и нощу вспоминаю и молюсь господи прости ему дай ему устоять как-то поэтому если бы он сейчас появился и сказал я все стираю ничего не было но дом то на него переведен а дальше это уже история здесь с домом то другие он сразу ему он так может не додумался те которые инструктируют они берут все во внимание так а там где он бывает им главное меня свалить это тут уже он не скрывать я начал считать раз помянул меня два раза три раза четыре все послание и значит а что самое главное у меня книги и он сразу бросается на них и макулатурой книги макулатура ты почитай отзывы священство митрополитов какие пишут мои книги видели у президента показывали и какие какие где они 650 библиотек как в дании мы были горит книги ваши сегодня же будут королевской библиотеки книги аналога не имеет мировой литературе это мне уже специалисты говорят но я и сам знаю потому что это не мое настолько выше поэтому его нападки это не его это из его сок выжимать его зажали со всех сторон его крутят и его не можете еще сделать но он спасся по сегодняшний день живой еще больше то ничего не может сказать василий такое там черепанов но он знает что все сказал неправду у него и печь сделали зимой но и сергея палыча тут жил и который ничего не признает и нету ему дрова привезли он даже полено не возьмет чтобы зажечь градусов 15 мороза он при этом спит я ему дал кошку говорит мыши бегать он не давал есть она сдохла у него там прекрасный большой код и мы его отбросили неправда неправда не красит человека это зря он никита андреевич говорит никак нельзя этого говорить и дать дальше то он что говорит деньги поток которые издавал я первые 38 того книг сообщества то не было от кого где я взял я рассчитываю с книгами больше ничего нету а так чтобы прислали у нас ведется учет до 1 рубля и столько задается мы ли он пожертвовал то мы то что мы пожертвовали библиотеки они то но мысли так крохоборными крошками на 35 миллионов подарил и общая стоимость книг которые я до этого издал на сегодняшние деньги 55 миллионов миллионов я нигде ни одной копейки а где бы я взял у меня их и нету и нигде никаким организациям не обращались тут никак это господь делает где я проповедовал тысячи выступлений по странам европы и скандинавии прибалтики люди подходят и деньги суют что мы привезли такую радость вот мы были допустим в чечне там не ездить там голову только режут или в дагестане они даже не знают куда посадить магазин заводят ну возьмите хоть что-то вот тут берите он не знает этого ничего вы не знает этой радости а радость-то великая тут уехал виктор виктор у него еще не попал на это где-то ну во франции живет сколько положено на мои стыки музыка уже около восьмидесяти кофарений которые в интернете а то что сегодня какой-то ролик там что-то выскакивает но это бред больше делать то нечем но я по милости христовой то остаюсь тот же и отнимаются большие силы дьявола они на мне здесь курок уралися там какие-то фигуры что-то падает они ни одного дня не занимались ни с детьми не с людьми не преподавали в университетах и не в полиции не воинских частях где я все время не радио телевидения бы разоблачили но все знают бескорыстность абсолютная как я живу что у меня в пище уж этот он зря сидел за одним столом он знает что ни одного рубля у меня нигде не было из кого деньги не брали люди спрашивают куда вам деньги перевести поэтому я смотрю что он под большим напором ему выхода нету на у них задача одна раз паразии пастыря рассеются опции а почему потому что мы не расположены к тому что делается у них вся зараза это с украины ползла вот крестят как это бритые священники все это дальняя украина там какая это все оттуда и они заразили православную церковь и господний меч опускается на них я больше ничего не могу сказать я говорю какая причина но они это все знают значит так это я говорю тебе что у вас этого не было что прекратилось кровопролитие я молюсь об этом каждый день каждый день и те которые у нас взятые ни один не воюет пока они молятся альтернативной основе то там где-то столовые работают готовят пищу на кухне то что что он сказал ничего опровергать не надо нету ничего этого он говорит я должен облядывать назад и смотреть про кого он говорит то это же про меня нет почему роликов то много на него то лежит на второй вот так на уровне я показываю здесь у меня где есть и я вас спрашиваю кажется пасхальный день был ролики надо поискать эти я говорю ну как ты довольны что приехал сюда он да ну и все такое у него ничего не было а поехал у него все есть он оделся ему тут и одежда там кажется я не за из обуви что было все и он поехал по очень по хорошему благословился обнялись кажется поцеловались или вдруг таким фертом вывернуться но это же она никуда не денется твоя жизнь то продолжается а это на тебе будет висеть все любой который видит которые знают он скажет и полпроцента нет правды он ничего правда то не сказал но я его не обвиняю я понимаю где он находится раз русский человек и столько времени у нас был и теперь живет на украине ясно не должны смотреть это если он сам приехал а если его специально прислали то тут понятно что он должен растелешится перед ними вот как смотреть надо на это и молитва прости о господи он не выдержал ну ладно он сказал мне от этого не хуже аппетит хороший сплю нормально вот и все никита остался никита так что никита андреевич пускай не беспокоится его проклинать никто не будет хотя он достоин по всем частям сто восьмого псалма вот так ничего нету ну не благодарность ни один человек ни в одной стране и вот сейчас представим мы перед всем миром выйдем там арабы китайцы кто тебя одобрит а ты тебя не принимали ты лбом бился буквально ко мне я ему отвечаю раз за разом не надо не ездить не надо такой настырности я ни от кого не встречал это что-то его давила давил выдавливали сюда и наконец я сказал ну смотри уже сам где-то и приехал ворот сидит здесь на улице двери закрыты не звони не звонит ничего а соседи смотрят что это у нас такое а у нее что-то с собой было я на конце только спал когда смотрят люди мы беседуем это у нас кухня в лагере было а люди додумают это память дом это кухня в лагере она под открытым небом было и вот когда я говорю с кем-то а он сидит он ломит и ломит только все время если если он бывает сыты или нет то это везде но одни и те же комментарии были и он не интересоваться ничем вот маленькие дело какое скажешь он обязательно вывернет так что нарочно сказал с той стороны от кошек закройди он пошел столбить что турка полетела я высказал что же ты делаешь что стоит голову опустил то есть он вытворял будь здоров что ну никак не может делать это человек который в своем уме а мне всегда говорили вы посмотрите на его глаза он же все время обкурены ну где когда он набрал с собой там таблеток говорит таблетки можно принимать и когда уезжал я теперь скажи никита андреевич как ты пользовался нет ну почему должен оставить что пользовался зачем мне это нужно когда отношения хорошие он уезжает по рукам мы обняли друг друга поцеловались поехал и ничего бы не было это все сгинет как нет пускай он успокоится что он сказал и нет ну пакости говорит другим здесь на в обществе не будет а кого он уверил а вот такой-то там мшана поминает он его поминает жил он с ним нет они затеяли душа и тело тройственный человек нет этого нету ну ну и в обществе а какое отношение ко мне имеет я его не угонял не учил я не закрывал его даже там еще ярош или кто-то какого-то вьетнамца нашли 200 лет назад жил и вот его надо надо а христа как будто и нету ну естественно что я не потерплю этого как такое есть один там синицкий александр он начал на нападать на златоуста то но я ему ответил так он меня все кроет и кроет ролик за роликом там ставит я за златоуста не заступлю за какой же я буду то вот такое дело и поэтому я с двух позиций рассматриваю сам или направлен был но в любом варианте сегодня он на крючке у них потому что пять лет быть здесь и вернуться из враждебного государства он не может показать ни военные точки не корабли но им хоть одного человека а мы влияем не на ни на одного наше влияние вот у меня даже на одном канале восемьдесят один миллион просмотров это все понимают это не просто так и поэтому да не вменят его господь кто знает как бы я был в трудных обстоятельствах как исповедник я имею право заступать который не выдержал где-то если бы коснулась сейчас я бы заступился за него имея эту власть заступать за за тех кто не выдержал пыток а вдруг он исчез он там с которой у него было канал или что все и ясно дело что не сам убрал значит или опасность такая была или заставили и теперь его оттуда вытаскивать никак чуть один шаг в сторону его прищут там и все потому что сколько там уже своих погублен своих не чужих и женщины и дети да вот такие дела вот рассмотрение мое я так думаю малюси и тут он с потерябки которые там чужой другие с домом начал тут такую канитель меня это не касается совсем у меня есть там где пойти в прошлом году приехал андрея взять там дом был у меня тоже уехали я купил его я тут же отдал и все им ни одного дома я никогда нигде не продавал а даже еще сколько возможно помогаю строится но это перед богом опять же он то зачем это ему надо а вот то то там потоки там глупости на которые отвечать не надо мне у него опыта нету ну девки наркотики а дальше это еще твоя жизнь-то проходит в твоем-то возрасте там не столько раз открыто было он раскинул руки так а кого-то там взяли там такого-то где-то а почему не говоришь он замерзает и живет не в барнауле а где-то там я поехал к нему среди зимы и делал ему печку а он все это продал брату родному и пошел в этот ну дом где а где живут а там не престарелых а бездомных или где-то к нам никакого отношения он не имеет он приходил вот вечером выходить когда отсюда его нельзя выгнать батюшка остается но выйдите я не могу дверь оборота запереть вот такой человек он то ничего этого не говорит он ни одного дня не был он ему не нужен но он его хороший а я плохой почему задание задание осквернить но если у меня за последние годы но сейчас не знаю сколько но около думаю 15 тысяч черном списке примерно 200 уже 60 с лишним роликов против меня как показано тут для его этот плевок у ничего не стоит меня даже смешно ну поехал ты туда ну где-то что-то я иду однажды а был такой александр тихонович в молодежи алтая газете надо посмотреть чернявский или как-то помиле его я гляжу он на перроне стоит я подошел поздоровался ну на меня игру у него его статьи для слова божия нету там статьи между звездами там колоссиями такие хорошие статьи посмотрите где там и вот я говорю что а вы не знаете что я говорю что радиостанция свобода мастонская великобритания заказала против вас статью раз они заказывают они платят сразу я горит две недели пытаясь написать и ничего не получается две недели он такой шустрый много пишет тут бог его закрыл глаза я не могу ничего не написать и вдруг он исчез исчез и все то есть не выполнил задание а исчезновение такое легкое и нет нигде заказы дают из других стран против меня написать это я теперь знаю на сто процентов человек сам сказал вот как и что же спрашивать такой человек невысокого звания ну допустим замминистра или он митрополит у них будет колесников никита значит андреевич я не знаю ну не больше же он власти имеет чем митрополит их у меня сохранились близкие отношения с украинцами наши приезжали которые молить крещение приняли и все прекрасные люди как в один я не буду говорить город какой мы пришли они даже на колокольне изнутри колокольня весь храм забита и все это заснято у нас пришли чтобы встретиться и послушать вот как господь делает да не уменит ему господь ибо он не выдержал прости его господи они про не просто так потому что ничего своего нету и все ему где-то надо а какая работа то он показал где где то что то там это его дело пенсии ему еще рановато и главное ровно в 30 лет от нас выехал в 30 лет перестает призывать в армию и он с этим был недоволен что сказали кто то там да даже не я говорил а чтобы я ему писал отсюда когда он выходит здесь среди нас и говорит показывает где еще я буду лезть это о чем спрашивать когда видно что что-то пристроил идет там записывает в больницу куда-то какого-то посещал я все знаю помочь помощи от меня никакой нету у меня ничего нету минимальная пенсия такому и не надо он на занятие у нас вел было когда полтора года назад мы даже живу приглашу вы его приглашали полтора года назад когда все это началось вы сказали что мы готовы его принять и мы даже продумывали как это сделать да я не знаю я это удивляюсь и когда вот он начал писать такое не сейчас а еще там чуть пораньше я думал как будто другой человек совершенно пишет закон дом то который я ему он не имеет права не распоряжаться никак почему у меня я помогаю для строительства в деревне если уезжает обязана дать деньги он знает договор какой со всеми даже были такие которые ушли в сектанты ушли они рассчитались я помогаю каждому как он вам дом не когда уезжал он вам дом не передал обратно нет конечно теперь он кого-то кому-то передают он не может его передавать по документам то это может он сделать там люди находятся помогают там ему чтобы мне плохо сделать а мне это неплохо у меня есть еще чтобы гостей негде было принимать мы там устроили гостиницу и тот где мы жили до получается да да что этого не будет ну конечно это огромный дом огромный дом до два этажа два этажа ну там у меня голубят я была обойдемся человеку трудно было я ему сказал все это на него оформили заплатил деньги поехала моя сестра и эти документы у меня в оригинале вру на руках я могу взять сейчас показать их то есть вы вы полностью это дома ему подарили так конечно и он он ни копейки за и не платил он ни копейки не платил и он я какая дыра где еще разбито не вставлял он нигде ничего не ремонтировал мне приходилось переходить крыша сорвала шипер вы лезем туда делаем он нигде пальцем не пошевелил печени дымятся я с ними вожусь а в сажи я говорю сейчас сказал никита вот вот сажа здесь но можно было подместить и даже подмести сажу в его доме и он этого не сделает по ней шлепает ногами я веник оставил я думаю он вам да это даже не не обсуждается он должен вам его просто передать и все имеется ввиду оформить он же ничего за него не платил ничего вы же ему подарили возвращается по христиански то это по другому это по-человечески даже невозможно по-другому ну он про это то не говорит тут он что говорит что не сказал что он жил ничего не имея и такой дом ему подарить подарено документы оформили на него он мог там жить и умереть вот так я не оправдываюсь потому что что нам она намолол то тут ничего и нету ни денег ничего у меня и нету нету я этим не заведую а что там ну я и книги он лишь на книги бросился что книги зачем поминать зачем значит они поперек стоят дороге поперек горло кому-то если враг тебя хвалит говорит подумай что ты сделал какую ошибку а если он поносит значит все стоит на месте да сейчас на книге уже все чаще нападают особенно вот некоторые ваши родственники и при том видно что они настолько не глубоко то знают видно что плохо читают настолько поверхностно то есть говорят что там допустим изъяли что-то из книг из толкований что-то убрали видно что человек глубоко то не читал если бы он читал он бы понял что то что изъяли совершенно не влияет нисколько на суть а что изъяли то непонятно как кто изъял чего изъял а вот они пишут что из то есть в толкованиях изъяли там какие-то места так я объясняю что он объясняет это блаженный фипелак про него речь идет до 7 переводов они этого даже не понимают он говорит о тех ересях какие были богомилы их нету сейчас а я вставил те которые сегодняшние существуют и отец геннадий вас вот 3 том как раз с откровением то полное к откровениям блаженный фипелак не толковал а то которое не нужно зачем растягивать не нужно это я этого не скрываю и нету все кончилось эти еретики перешли теперь по-другому а вот уже в этом в откровении там говорится о всех ересях какие должны быть у них сегодня по загнулся сатаны но это это расчет на 1 тех кто с книгами то не работает мало читает и мнением создают и все кто заработает с книгами с толкованиями они знают это во первых несколько толкований всегда есть несколько переводов один более там расширенный есть прям на сайтах на разных один более короткий во вторых всегда так вот любые учебники пишутся любые комментарии когда добавляются что-то приходится сокращать естественно по мысли автора допустим что-то сокращается чтобы здесь вообще ничего такого нету так нету и только которые я говорю про ереси нигде не сокращено ничего ереси которые отошли их нету на земле нигде нету и поэтому там много размышлений по этим по этим ересям я знаю ничего нету благодарение богу вот сейчас бы было где-то я бы его пожалел обнял и поцеловал сколько он там претерпел я представляю когда его там где-то в колодце что ли там спрятал что-то я не понимаю где-то скрывался говори говорили мне не тогда прости господи и как бы я что-то ему говорил у меня к нему претензий никаких нету а у меня же он жил я вот за него голосоруку поднимал чтобы крещение преподали ходил купался ел пил молился и все побоку верца псу под хвост это как какая же перемена то прошла говорит из рая в ад только вниз головой нырнуть или вот этот который мне ролик то показали сегодня и и там на этот георгий говорит обо мне как его фамилия то вам знакомы хорошо священник то против меня там говорит а этот максимов максимов ну вот он говорит то что сказал кураев он только не говорит он не считал не знает то что я люблю слово божие это от сектантов у православных нет он правильно сказал только не пояснил и то что строгая дисциплина такая что чтобы было как это старобряться и вот какая-то мешанина где-то да у тебя в башке мешанина то ты даже не понимаешь что я беру добрый везде самая неприятная личность для меня это вилл вилл в мавзолее лежит я у него тоже взял кое-что чем пользуюсь я беру от кришнаитов кое-что адауцистов изречения я говорю вот в мире есть одна книга библия и одна личность христос мартир лютер ничем не занятая душа хорошая кузнеца сатаны мартир лютер ну и что я еще я же не перестал быть православным то я вижу что бывает раз в россыпи такие очень интересные у пятидесятников у адвентистов седьмого дня я беру и пользуюсь ими ну и говорю откуда взялась или она там или от миллера или уайт ну конечно понятно да ну вот тогда есть какое-то объяснение что ли почему так никита себя ведет хотя может быть и вообще может быть и вообще не так я думаю что не надо не отвечать ничего не надо не надо это только разжигает потому что одно и тоже повторять все поймут что случилось что-то неладное буксует на одном месте а другое что может придумать то еще может придумать в украине я был обокрал кого но скажут сколько государств европе есть мы все проехали фактически нигде такого грабежа у нас не было нас как в украине узнали что книги дай мне книги когда переезжать дай книги дай книги я дал одному мы прошли нас ездили а мы-то проезжаем когда там куда-то в болгарию ехать в венгрию через украины и каждый раз они нас давят и давят в армии у нас были они а ну их завали там хохлы хохлы хохол домой не пойдет если хоть лычку не заработает он тебя десятерых заложит говорит но все равно ему лучки по лычку и фрейтором пойдет домой вот это я знал я больше про них еще не знал потому что это один народ одна страна мы когда были останавливались киеве в харькове у нас везде друзья и вот это которые поехали малыш точно так же ведет себя некий ты и вот здесь один еще у нас был и вот он лютую все пишет только по своему языку языка то нету о чем жириновский доказал нет такого языка и не в одном стране мира никогда не изучали вера до вира одну букву на и везде меняют и ну что это такое они 500 лет под литвой только были ясно дело что язык меняется своего языка нет потому что киев мать всем городам оттуда все шло ближе всего к церковнославянскому было а теперь вообще я называю такие как сковорода григорий гоголь николай васильевич на каком языке писали шевченко ну по порядку а зачем же богдан хмельницкий лет сюда любыми путями войти в российскую империю зачем задушили все забыто а русские люди погибали за это а как был предан бой когда у него там бросил турецкому хану то кто смотался там мазепа и петр первого для предателя особую медаль выбил мазе предателям а тут начали говорить да иуда иуда на на это на никиту то это только иуда иуда предал только земной а ты небесное продал то но я не знаю это я я вижу что это очень похоже такое предательство и ну не выдержал сказал бы как-то или ну не выдержал ну и прости господи но это не без влияния извне притом страшного давления мы не там и дома меня они душили они выжили что на ней не могли выжить чтобы я против солженицына сказал слово потому что я первый стране наполнил страну архипелаг гулаг а меня подбивали к этому рассказывали как первая жена как оставил и сейчас на него такие нападки то а я гляжу а только на святого могут так нападать чем больше нападает на кого-то чем чище его делают если он бога благодарит его нету а я бога благодарю последнее самое важное это когда говорится первое да вот теперь на последнее взять когда будут поносить ваше имя как неугодное гнали меня буду гнать и вас велика ваша гря на небесах это мне уже может последние дни жизни моей мне господь все еще больше и больше привешивает а я молюсь нужды меня никакой нету он приехал по хорошему уехал все а теперь разберите кто кому помогал где он был где спал где ел ни день ни два ну мы значит все мы знаем никиту того как от того знаем а когда только который сейчас пишет мы это ничего не принимаем сегодняшний нацист ну это как вот сергей игнатов тоже того мы сергей игнатова знаем а сейчас который пишет да он все время на меня каждый день от украина даже как будто человек неверующий я не ничего не могу делать он непрерывно кто-то писать или кто-то еще то сказал в защиту того что я такой-то был ему тяжело где-то там у глядаре был его там сдвинули с места сын первой группы больной татарка у него жена непослушная раиса кажется но я знаю его и знаю хороший человек но вот это повреждение такое ничего больше речи нету в украина в украина в украина я не трогаю агрессор 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 это на президента а я молюсь за их президента и молюсь за свое у меня указание божий я его выполняю мы за ордогена молимся там совсем уже с юга-то кажется что там турция но вот так ответ такой мой спаси христос агнатихнижда туда я размышляла считаю что это под давлением и я его не обвиняю ни в чем и молюсь за него и главное что за него молитва идет легко хочу сказать молитвы это за осипова молитвы нету совсем за осипова вот вот такие там есть еще где-то но так или иначе то есть все равно тут может быть так можете так а может так будет еще только да бог его знает я сейчас я сейчас работаю с теми которая переведена уже в буквенный ворд и надо вот посылаю вам уже 50 я уже скинул вам 50 работа и вора делает определяет бывает где-то боюсь я как бы мне не дать такие которые она набрала и это будет еще в тех книги которые уже вошли в три вот это надо будет вам каким-то путем такие слова отдельные взять из этих которые мы через поиск это определяем через поиск так чтобы но здесь как-то еще можно но с теми которые там прошли там же больше тысячи но это мы можем все легко это все проверяется но там не должно быть никак не должно быть не должно быть может быть сегодня натолкнулся мне скинули они его это где-то подобрала к восьмому году относится восьмой год еще все вошли в книги но знаете там этот я когда ей говорил как чтобы она вам скидывала я говорил в начале проверь она может входит а может быть такое что 2008 но не вошло может быть такое может быть такое может может поэтому я из это сказал что она проверяет на коробку вынес потому что потому что я прям брал я прям я прям брал 2008 года и прослушивал несколько там предложений записывал их из поиски вбивал в тех и не находил там были такие ну значит тогда это легко взять тем более 35 33 том тоже вошел а говорят а почему не издали не на что кому надо пускай когда эти книги издадим я им дам издавайте 10 процентов мне или друзей ну вот и все они думают что я буду биться за дом теперь решу да нет я там вынесем только все свое дрова которые заготовили еще больше нету я не знаю как там биться он же если не принадлежит им как это можно за него биться то а это ничего это за злодейство какое-то главное проданное они могут они продают или как там не знаю уже теперь и который там покупают а никогда не будет жить там в другом месте живет одна-то сестра моя они этом подговорили это тоже несчастная душа но меня-то это никак не касается я сделал все что мог что было хорошо ну да представьте сколько я вложил в этот дом и теперь кроме того заплатил еще и деньги и они но только никуда не дебать вот здесь мы чтобы здесь из деревни эти деньги дом не продавать я до деревни это делаю на первом месте деревня у меня они ты но я через тебя это делаю он пришел я передал ему помолились торжественно вошел в дом сколько людей там отдыхала но мы сделаем перенесем другом месте будет так что не без не беспокойтесь мы сделаем гостиницу как надо когда первую приду с десятого июня ну все у меня ну все спаси хрисос гнатик все понятно да можешь выставить